Какие улицы к нам в школе подходят? Карта района, дорожные знаки, пешеходные переходы. Четвероклассники рисуют безопасный маршрут до школы. Большинство добираются самостоятельно. Безопасный маршрут, это когда ты идешь по светофору, по пешеходному переходу, не нарушаешь правила. Но задача не так проста, как кажется, уверяет инспектор. С начала года 23 ребенка были сбиты именно на зебре. Первая ошибка – дети неправильно переходят дорогу. Ребенок, подойдя к пешеходному переходу, продолжает сразу же движение с ходу, выходит на проезжую часть, не убедившись в том, что транспортные средства все остановились и его пропускают. Вторая ошибка – когда для маршрута выбирают нерегулируемые переходы, а надо с наличием светофора. Ловушек много, например, кусты и машины, закрывающие обзор. То есть если он начинает с ходу выходить, естественно, то есть посмотрел налево, а направо не посмотрел. Ну и водитель вовремя его тоже не заметил, потому что был припаркованный автомобиль, и водитель не видел ребенка. И третья ошибка – уверенность в том, что зеленый сигнал светофора дает пешеходу полную свободу движения. Совместно с зеленым сигналом для пешеходов может гореть разрешающий сигнал для транспорта, движущегося параллельно пешеходному переходу. К тому же увидеть и услышать приближающийся транспорт часто мешают наушники и капюшоны. Если вы не сможете встречать свое чадо из школы, проведите подробный инструктаж. Кстати, кроме машин на пути есть и другие опасности. Если собаки нападают именно на ребенка, в этом случае ребенок должен упасть на землю и закрыть голову, лицо руками, то есть находясь именно спиной кверху. И в этом случае очень громко кричать, призывая на помощь. Убегать ни в коем случае не стоит, потому что собаки воспринимают это как добычу. И объясните ребенку, что всегда можно обратиться за помощью к взрослому продавцу магазина, соседу или родителям одноклассников. Вход в подъезд и еще одна ситуация, о которой стоит напомнить ребенку. Если в этот момент вместе с ним зашел незнакомый человек, лучше вернуться на улицу. То же самое касается и лифта. Если попутчик сомнительный, лучше уехать другим. И не забудьте вбить в мобильник ребенка номера своих телефонов и экстренных служб. Ведь чем безопаснее детям, тем спокойнее родителям. Юлия Сауляк, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.